здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания дело и ударение политинформания на волнах радиостанции народная волна чикаго а ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а и сегодня у нас в эфире российский журналист радиоведущий и телеведущий дмитрий губин дмитрий велкам нашу студию по масштабам эпидемии ребята я вам очень сочувствую вот правда спасибо и что я единственно хотел уточнить есть на украине или возможно в украине мой полный тезка дмитрий губин он политолог насколько я знаю тоже пишет тексты но вот мы не тезки и даже я имею ввиду дмитрия губина который дмитрий губин это мы говорим про бренд российской журналистики я знаю я вас много читал смотрел поэтому я сам не представлялась она самая эффективная очень приятно что вы в нашем эфире и ну чтобы не терять время хотел бы сразу задать вопрос в связи с тем что естественно в россии нарастает к вид 19 коронавирус и это большая проблема в чем мы кстати естественно сочувствуем российскому народу но вместе с тем хотел бы задать вопрос вот в ближайшее время может в россии сложится ситуация поль как бы выражаясь ленинским афоризмом когда народ не хочет жить по старому а верхи не могут управлять по-новому как вы эту ситуацию сегодня видеть я вижу не сидя сидяча в баварии да вот у меня все мои родственники друзья не в россии а я сейчас данный момент нахожусь таком такая немецкая кострома или немецкий ярославль немецкая иванова когда-то текстильный центр сейчас такой университетский городок двухтысячелетний называется аугсбург а в италии пострадавшие от коронавируса его вообще называют аугуст в честь императора августа его в свое время назвали но естественно за россию я слежу и спасибо большое за этот вопрос это у многих очень возникал в интере существует одна очень большая проблема вот в америке есть такая блистательная журналистка индийского происхождения соня шах она написала книжку по-русски она называется читал ее в переводе пандемия видимо так будет до пандемии американские по-английски я очень советую на самом деле кто нас слушает ее найти прочитать девушка которая помешана там на холере которая помешана на истории крупнейших пандемий которые знают всю историю например испанки испанского гриппа который кстати в америке когда-то началось и она пишет о пандемиях не только как о медицинском явлении или биологическом явлении она пишет она дает социальные характеристики и вот здесь к сожалению очень плохой прогноз для всех стран с достаточно низким уровнем скажем так общественного самосознания экономического развития соня шах вот чем она мне просто как обухом топора по голове ударила она пишет о том что эпидемии пандемии они не объединяют в отличие от войн людей в нацию они разделяют и они заставляют искать виноватых и например в пенсильвании в тысяча восемьсот девяностых годах когда бушевала эпидемия холеры одна из многочисленных там просто-напросто местные ребята обвинили во всем что тут происходит холера 50 ирландских лесорубов и в пенсильванских лесах они их окружили и убили эти вот черепа проломленные простреленные только по моему в 2009 в 2008 году отрыли поэтому прогноз у меня плохой когда говорят что вот мир никогда не будет таким же каким он был до коронавируса это имеет отношение к некоторым только странам прежде всего к странам запада для которых любой кризис это всегда очень большое испытание но самое главное турок который выносится будь это кризис деривативов ипотечных секретаризированных или будь это допустим вот эпидемия коронавируса запад сделает уроки я просто вижу в германии как как сейчас начинают говорить что фармацевтическое производство нельзя 90 процентов и бупрофена производить в китае нужно в германии производить а в россии я не уверен что это произойдет и там идет активный очень поиск виновных естественно по всем телеканалам кричали сначала что это америка виновата теперь кричат что китай виноват в китае кричат что это белые люди виноваты в индии чуть было не сбили это убили громкое слово в общем были проблемы у людей европейской внешности у белых людей и так далее так далее так далее поэтому к сожалению у меня очень плохой прогноз грубо говоря то то что описано в книжке давида самуэлова памятные записки когда он описывает начала войны второй мировой когда стали на три дня исчез и самуэл гениально описывает эту сцену сталин был в сумрачном состоянии духа ходил по кабинету тревожно стояла пробка край графина но потом он пришел в себя и присвоил себе все победы и опять стал управлять русским народом мой пока что прогноз судя по тому что происходит в россии что то же самое будет после этой эпидемии который несомненно однажды закончится дмитрий продолжение этой темы то что касается российского народа вот такой вопрос как вы считаете должен ли российский народ нести ответственность за то что в россии происходит если чуть-чуть абстрагироваться от коронавируса я имею ввиду общую ситуацию и нести ответственно только за то что происходит ну и за ту власть которая в россии и за того правителя который в россии потому чтобы не получилось как помните фильм буратино там был этот герой дуримар да а я тут ни при чем совсем тут ни при чем то есть когда заканчивается начинается вот эти вот все разговоры что вы же жили при коммунистах поэтому вы знаете как все потом это все заканчивается вот конкретный вопрос должен ли русский российский народ правильнее наверно сказать нести ответственность за то что в россии происходит и естественно за ту власть и за того руководителя видите ли мне кажется вашем вопросе содержится логическая ошибка вы исходите из того что в россии есть народ в том смысле в каком он есть в тех европейских странах которые я знаю я лучше других знаю германию францию финляндию и америка в которой они сколько развал я хуже знаю но думаю здесь примерно тоже самое англии еще неплохо знаю на существование народа определяется двумя вещами народ является и субъектом и объектом то есть народ может формировать власть он ведет себя как субъект власть воздействует на народ он является объектом вот скажем германии это просто наглядно там самые типичные немецкая черта то вовсе не порядок а то что каждый немец состоит как как минимум в двух феррайнах феррайн это как сказать это общество это не государственное объединение это может быть феррайн рыболовов или любителей макраме или чего-то еще вот каждый немец согласно статистике состоит в двух общественных абсолютно организациях я видел порой к чему приводит работа феррайнов то что люди там действительно врывают пруды зарыбливают строят там дома на берегу это все общественные деятельности за нее они получают ни копейки в этом смысле в россии нет народа и та ситуация которая существует в россии больше все напоминает ситуации с оккупированным населением купированное население знает главный алгоритм выживания это нужно притвориться ветошью вот приходит приезжает новый гуляйтер приезжает новый комендант от него нужно прятаться кивать поддерживать все его инициативы а внутри своей семьи нужно можно быть самим собой вот россия по-прежнему живет как государство где не образовалась государство есть а народа нет вот какая удивительная вещь в россии государство появилось раньше народа и огромное количество историков начинает моего любимчика американца ричарда пайпса потому что понять россии нужно прочитать и ричарда пайпса либо его к книгу россии при старом режиме ваша дэншинт режим либо прочитать его вашего и лишь он и по-русски издан и по-английски разумеется трехтом такой гениальный вот он объясняет что это огромное отличие в россии сначала появилось государство потом народ а если мы возьмем историю америки если мы возьмем историю любой европейской страны почти любой европейской страны скажем так основных европейских стран там сначала появился народ а потом уже появилась государство поэтому ответить на вопрос должен ли нести немецкий народ ответственность за то что происходило при гитлере да однозначно он ее и нес и моя учительница немецкого рассказывала мне как в детстве когда они школьниками приезжали во францию они приставали говорить друг с другом по немецки потому что они понимали что немцы совершили что-то ужасно стыдно и в германии до сих пор вы не найдете нигде немецких флагов но там может только у рейхстага и все и их недавно стали вывешивать только во время футбольных матчей я думаю в америке эта ситуация не представьте америка без американских флагов а вот германия живет вот так вы нигде не найдете немецких флагов и вы не найдете символов государственной власти там бунда с орла вы не найдете в немецких школах потому что немецкий народ помнит что совершили его предки и считать что предки были тотально полностью виноваты это чувство вины до сих пор живут в россии ну как можно скупированного населения спрашивать притворись ветошкой сделай покивай согласно о чем тебя просят это самый эффективный способ выживания россияне в этом смысле больше напоминают не меч с которым там можно власть может драться рубиться и так далее а больше напоминает пластилин с которого можно вылепить все что абсолютно угодно можно вылепить конфетку а можно вылепить противоположную субстанцию которая можно рубить мечом сколько угодно ты ее не убьешь только меч измазать вот это веками отработанный способ выживания должна ли прийти расплата за этот способ выживания так вот она уже пришла я вижу насколько неэффективны решение власти я вижу насколько чудовищно пропасть между властью что чтобы начальники не делали их ошибкам будет все радоваться даже сейчас ситуация которую невозможно себе представить в одной европейской стране где нет просто-напросто такой пропасть поэтому вот притворись ветошкой эта система будет получать по шее как она получала во время войны ну и что 30 миллионов земли легли бабы новых нарожают сколько умрет от ковида я не знаю бабы новых нарожает поэтому я очень боюсь что возвращаясь к первому вопросу ничего не изменится и второе я просто поскольку отсутствует субъект я не понимаю кому отвечать русский народ это объект большей частью люди являются свободными и ведут себя также как американцы европейцы только своем ближнем кругу это семья это родственники это самые близкие друзья иногда это близкие коллеги по работе вот здесь есть свобода ответственность меня товарищество солидарность равенство братство все что хотите вне этого круга ничего нет вот почему это очень печальная русская черта вот это чудовищное собачье потому что тот кто не попадает в твой ближний круг он все он вообще никто он прав человека не в россии до сих пор вот по простая очень вещь если не дай бог вы попадете в русский суд в качестве обвиняемого вас ваша вина еще не доказано вы знаете что всех помещают в клетку в обезьянник попробуйте представить это в америке что человек приходит суд он то есть он не приходит его приводит да то что здесь как правило за прошлый год было только 70 или 80 случаев когда выпускали под залог до заседания суда на огромное количество судебных дел представьте себе что в америке вас сразу сажают в клетку не в полиции а в зале суда значит мы сразу виновны и вот такая же клетка мысленно надевается на любого кто вне твоего круга вот почему горизонтальная солидарность в россии крайне низко и ну да я могу сказать что конечно путь нужно отдать должное он виртуозно уничтожил все возможные горизонтальные связи начиная от некоммерческих государственных организаций которых он выдал за врагов россии агентов госдепы живущих на американские деньги но горизонтальные связи практически полностью уничтожены их не существует не на уровне профсоюзов не на уровне вот феррайнов там просто любительских каких-то объединений нет есть государства и есть вот такая масса населения то очень печальная картина было бы интересно провести анализ со странами которые в близко экономической ситуации и государственной структуре простурции да это ближайшая родственница россии на мировой карте но я не знаю может быть в америке есть такие исследования то что в америке любые исследования существуют у меня складывается такое убеждение но вот это вот дать и все что я могу сказать вот это реальность который мы сегодня не делали дмитрий возвращаясь к вашей профессии непосредственной кого из российских журналистов вы бы могли назвать коллегой ну в таком смысле как охарактеризовали его как порядочный человек и крепкий профессионал если вообще такие журналисты сегодня и на телевидении и в сми в газетах например знаете может у меня сверхчувствительность в этом вопросе а поскольку вы тут правильно заметили я конечно мальчик юный кудрявый влюбленный только в собственных мыслях а много вообще давно на этой земле живу я застал советский союз и вот мне слышится в вашем вопросе оттенок таких советских дискуссий когда помните было настоящий рабочий не настоящий рабочий настоящий интеллигент не настоящий интеллигент вот для меня любой человек который занимается журналистикой он коллега мне может жутко совершенно не нравится нужно что поделаешь а границу я к сожалению по причине собственной близорукости между пропагандой и журналистикой не всегда могу провести владимир соловьев он коллега вам или нет как вы считаете владимир соловьев господин киселев супруги скобеева они являются вам коллегами как которые просто находятся по другую сторону баррикады или вы их не считаете журналистами ну конечно я должен дать ответ нет потому что вы упомянули диму киселева его называю дима я с ним знаком лет наверное 30 и для него это личная персональная трагедия потому что дима киселев были для меня образцом мужчины мужского благородства несгибаемой воли он когда-то в свое время работая на и навещание я сейчас детали истории не помню грубая суть в том что когда горбачёв вел в литву танки он отказался давать эту новость вот с этой своей знаменитой киселевской интонацией он сказал что и этот бывший зачитывать не буду и сказал это в эфире его выгнали с работы с волчьим билетом это был еще советский союз и тогда волчий билет это была страшная вещь куда страшнее чем сегодня и потом в вильнюсе киселева наградили орденом национальным литвы не помню каким он наградили а потом когда он сделал разворот на 180 градусов этот орден отобрали прям как у гюго в 903 годе в 93-м годе простите когда помните бомбардира который пушку не закрепил и во время шторма она начала кататься по палубе корабля и людей убивать а потом он с риском для жизни ее поймал и принайтовил вот его за то что он ее поймал и подвиг совершил его награждают орденом а за то что он ее не закрепил его вешают после этого вот с киселевым в моей душе вот произошло примерно то же самое он был благороднейший человек он был европеец он был однажды буквально на их глазах произошла такая история кто-то рассказал антисемитский ну не антисемитский даже но на еврейский анекдот но но такой на грани ну в принципе ну на ну 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 бывает любые анекдоты про национальности они всегда немножко на грани да и вот зима киселев это было частный но просто компания дома никто не слышал не публичные травили анекдоты он сказал а возможно ты просто неудачно пошутил тогда пожалуйста возьми свои слова обратно иначе я тебя буду вынужден отказать от дома вот это реально такой дима киселев был абсолютно благороднейший совершенно человек который у кого не было ни копейки в студентах он бы 8 марта там на даче который снимал он поймал голубей чтобы накормить девчонок сделала рогу из голубей он не знал что те голуби которые живут в городе эти турманы лесные голуби от разные совершенно птицы вот он такой был а потом он сломался потому что его популярность падала его популярность падала и я думаю его завербовали не на деньгах а именно на том что вот если ты поклонишься да помните как дьявол христа поставил на крыло храма и сказал поклонись мне все богатства мира будут твоими вы помните что христос ответил из иди сатана а киселев подумал подумал и мы сказали примерно что то вот такое вот вот посмотри аркаш мамонтов но аркаш мамонтова у него же православия на головного мозга и у этого идиота гигантская аудитория а ты умный у тебя аудитория будет 10 раз больше и киселев поклонился сатана но он не знал что поклонившись один раз ты должен будешь кланяться ему каждый день до самой до самой до самой земли также для меня это огромная трагедия эти ребята действует там симонян вы почему-то еще не добавили абсолютно по канонам простите действительно геббельсовской пропаганда что поскольку я живу в германии очень интересен период 30-х годов я всем задаю вопрос как гитлер мог прийти к власти да и как правило никто ничего не может ответить я сам не могу ответить уж такой геббельсовская пропаганда по каким принципам она строилась в общем-то я книжки читал да там какой-нибудь клэмпера л ти ай да язык 3 и и лингово 3 империи язык 3 империи знаменитая книжка клэмпера был такой немецкий фенолог еврея жила жена была немка поэтому он чудом спасся там при бомбежках он уцелел и потом он входил в комиссию донцификации занимался вот уничтожением языка ненависти но вот то что используется манян то что использует киселев то что использует соловьев соловьев правда всегда был человек негодный хотя долгое время он соблюдал правила приличия это вот типичный типичный геббельс я не знаю насколько в полном объеме вы можете там сидите за всем что происходит в россии но да конечно то есть первая задача обгадить весь запад вообще и обязательно америку в частности причем симонян с таким еще лицемерным видом ой какой ужас происходит нью-йорке вы посмотрите вы посмотрите что там творится до хоронят рефрижератор а вот спасибо благодаря начальнику у нас рефрижератор труповозки не стоят и в безымянную могилу групповую вот на этом острове просить сейчас забыл название в нью-йорке гробы не сбрасывают по сочувствуем американцам у нас конечно такое может случиться но сейчас благодаря начальнику и благодаря лаврова и дальше начинает вылизывать у нас такого нет вот этот принцип пропаганды подлизни начальнику и обгать взять на америку а поскольку и симонян и соловьев соловьев же в америке жил и работал и киселев киселев окончил на филологическое отделение у него по моему норвежский основной язык и он очень долго он был главой карпункта второго по моему нет или первого канала хельсинки финляндии они очень хорошо знают все проблемы и все болевые точки запада то есть грубо говоря вот понимаете если к нам сейчас если к нам сатана предложил с вами и мы поклонились бы ему наверное вы могли бы делать блестящую передачу о том как устроена америка поливая грязью куда то что вы же знаете что в америке плохо даже я успел увидел кое-что плохое в америке а вы должны просто знать прекрасно а я бы точно также мог бы порассказывать немало изумительных вещей то есть смысле отвратительных про германию проблема в балансе и проблема в том как сами немцы и американцы смотрят на эту проблему но эти ребята знают как устроен запад они знают и они знаете вот это как они развелись западом да и вот как бывшая жена или бывший муж в том случае если они являются негодяями они всегда своих бывших могут рассказать такие вещи которые вот вот просто валенок просто собак который там никогда не был нигде не в америке в европе вообще я уж молчу про японию вообще нигде он никогда в жизни не придумает вот они пожалуй это самый точный будет образ они вот как разведенный муж или разведенная жена который превратившись в негодяев вот бьют своих бывших припоминая им даже те слова которые были сказаны в минуту максимального там откровения максимальной близости вот чем они занимаются в этом смысле конечно конечно как 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 говорил великий американский поэт юзов бродски я с ним рядом срать не сяду извините за цитату из мобилевского лауреата дмитрий а у нас сейчас реклама мы очень ответственны перед нашими рекламодателями оставайтесь на линии интереснейшая беседа а и наши радиослушатели не уходите у нас очень интересная беседа дмитрием губин да дорогие друзья эфире политинформания мы возвращаемся в эфир а ведущий геннадий брумер и эдуард брумер у нас сегодня интереснейшая беседа журналистом дмитрием губиным а дмитрий вы с нами да да а у меня такой вопрос будет в этом году 20 лет со дня правления владимира путина такой довольно упрощенный вопрос но все-таки как вы считаете являетесь ли он выдающимся государственным деятелем или в принципе это человек а случайно оказавшийся во власти и хороший манипулятор наверно и ну вот или просто политик средней руки как политик средней руки которые в принципе будем так быть вот этот народ позволяет править опасен большой только единственно извините мы вот не договорили на рекламу я вам кстати завидую у вас полно реклама я знаешь как просто сейчас закрывается рушится одни за другом за другим сми в россии то что полностью на сто процентов снимается реклама мы хорошие радио да ты нам доверяют хороший гордость страна ничего вообще планету у нас тоже спасибо за комплимент спасибо и еще одному просто мы не договорили перед рекламой спросили про хороших журналистов и я все-таки говорил о плохих людях есть люди которых я всегда читаю например олег кашин только его читать нужно не в твиттере у него там есть один трюк он приводит цитаты допустим из той же симонян но не ставит кавычки и наивные души считают что сам кашин так думает нет он просто цитирует не закавычивая у меня такая шарада кого я процитировал на сайте republic у него очень хорошо блестящие совершенно тексты это барламов например илья барламов мне очень нравится то что он делает это юрий дуть конечно я считаю он вернул на документальные фильмы он вернул к документальным фильмам молодых людей потому что просмотр его фильма начиная с той же колыме он совершенно зашкаливает да и стариков типа познера я тоже бы не сбрасывал абсолютно со счетов для ксения анатольевна когда она изволит восстать из пеньюара и заниматься действительно журналистикой и не зарабатыванием денег потому что зарабатывание денег торчит там из ее постов общем она очень хороший человек как как журналист хороший профессионал но возвращаясь к владимиру путина понимаете какая штука это это моя частная точка зрения я опубликовал полностью там если порыться в моем живом журнале день рождения путина в этом году я опубликовал очень большую статью которая про путина который абсолютно все отказывались печатать в россии путина это абсолютная пустота вот он как у роберо музили человек без свойств он не хороший неплохой он вот представьте себе пустую банку абсолютно такую пустую что даже не видишь ее форма вот это и есть владимир путин человек без свойств типаж такого был такой типаж советском союзском министерский мужичок вот такой вот который который и как как в рассказе давла великого американского писателя сергея давлатова на штаны начальнику зашьет чайку принесет и кулаком если нужно стукнуть вот эта банка она принимает вид только благодаря тому содержанию которое в нее наливает эпоха вот вот и все поэтому когда эпоха была свобод короткая оттепель 90-х он же учиться в американских там каких-то институциях чуть ли чуть ли не фон там фейтлайс дима кого себя сейчас думаешь название фонда я неверно называем у него были такие он учился демократии на американские деньги он был либерален он был прозападен и я хорошо знаю команду путина и я бывал в александрхаусе в штабе путина во время избирательной кампании то что шли выбора параллельно в госдуму а затем 11 9 год в 2000 должны были начаться выборы президента и все очень хотели чтобы вот одна команда перетекла в другую чтобы не было второго тура на путинский на президента еще не было путинских выборов были президентские вот он был человек западных взглядов он был западник такой рационалист что была такая эпоха вот при собчаке он был таким а потом эпоха изменилась и он как горлом из властелина колец толкина которого это кольцо власти она просто сжала смялась жевала порвала к чертовой бабушки бросил и он с ним произошло что что происходит с людьми во время огромного стресса но вот то что произошло с валентиной терешковой когда она полетев вокруг мира она забыла про все там эксперименты про то что должна была делать это мне рассказывала не буду сейчас уже этого космонавта нет живых она провалила всю программу экспериментов но но как известно в науке 30 результат тоже тоже результат да она тем что она все провалила она оказала огромное пользу развитию космонавтики и опыта учли кодка телешкова вернулась на землю она вдруг стала говорить по-деревенски она забыла тот современный язык к ней вернулась вот корен но и иском но и по в кон но и потом она уже пришла в себя вот с путином произошло что-то такое он стал цепляться за самое глубинное в себе потому что он стал видимо уже в нулевых ах себя ассоциировать с россией в целом нужно сохранить власть я-то власть без меня страна развалится это его искренне такое убеждение и все что он сделал он построил персоналистскую страну персоналистский абсолютно режим не замечая того что превращение демократической страны персоналистский режим наполняет вот эту прозрачную банку вполне определенным содержимым которым она сегодня к сожалению к величайшему наполнен до краев и ужас то состоит в том если дело было просто в путине это было бы пол беды или четверть беды дело уже давно не в пути если путин сейчас просто вот исчезнет по щелчку чьих-то пальцев в россии все равно ничего не изменится потому что гангрена зашла слишком далеко абсолютно но даже это бы не было бы плохим вариантом плохой вариант в том что он к сожалению отражает глубинные чаяния вот когда володин сказал россия то есть путина путина ты и есть россия не будет путина не будет россии одним все смеялись я был единственный кто сказал какой же володин умный человек так он точно абсолютно сформулировал путин это и есть россия к сожалению а вы что думали что крестьянин хранителя духовных скреп был дореволюционной россии нет в шахматово крестьянин шоу срать в рояле блока и громите сжигать его библиотеку и разорять его усадьбу и блока просто очень повезло что его не было иначе бы он написал 12 иначе он бы не написал скифов бога проткнут крестьянскими вилами совершенно насквозь по той же простой причине что крестьяне тоже не были народом крестьянам было неведомо там даже чувство буржуазное чувство патриотизма тоже патриотизм это буржуазное чувство страна себя ощущает нации готова на личные жертвы ради общего дела а у крестьянина вот была община и все мир за пределами общины для него не существовал и вот это темная пасконная зов крови это 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 реализовал это конечно путин дал на это добро не случайно путин это и есть народ вот пусть в виде оккупированного такого населения но ты есть потому что русский народ или русское население она уже с восторгом приняла фильм брат балабанова основа фильма брат помните кого там с черным малым встречается данила да это там брат не братом не гнида черно жопая еще раз извините за слово но я даю полную цитату почему а потому что он черный а кто его брат а брат его убийца и бандит ну и что он все равно на стороне своего брата бандита и убийца почему потому что он и брат вот чему дал вот что почувствовал путин он почувствовал этому желанию расчеловечиться и он принял это желание расчеловечиться он позволил налиться внутрь вот своего идеально пустого бессодержания всякого сосуда вот это расчеловечивание когда свой важнее всего остального а свой это то с чего когда-то начиналось десять тысяч лет назад человеческая культура у костра в пещере. Но она в наше время усложнилась настолько, что оказывается, можно не быть своим по крови или по племени, но быть, допустим, своим во Христе, если мы берем христианскую культуру. Или признавать права человека просто потому, что это человек. И не бить, и не пытать заключенного. Почему? Он же растлитель, он же убил там 60 девочек изнасиловав, маленьких. А потому что он человек. Судить его нужно. И срок ему давать огромное нужно. Наверное. Или там психбольница его отправляет. Но бить его нельзя. И насиловать его нельзя. И пытать его нельзя. Почему? Потому что он человек. А в России это для меня просто простой эксперимент. Гитлер человек? Нет, он не человек. Он нежить. Чикатило человек? Нет, он не человек. Он нежить. Нужно вести смертную казнь, нужно убивать на месте преступления и так далее. Это не люди. Они люди. Они люди, будучи мерзавцами, убийцами и так далее. То есть в России неведом тот слой культуры, который, если не может сформулировать, то понимает на уровне обыденного сознания нормальный представитель цивилизации Запада. Речь идет о натуральных, неотъемлемых правах человека. В том числе право на выбор Родины. В том числе право на судебное разбирательство. И в этом смысле это все имитация. Правда, единственное, что можно поставить, я говорю, в этом смысле я даже не могу это поставить Путину в вину. Я могу это поставить Путину в беду. В вину, конечно, можно поставить полный демонтаж государственной конструкции и замену сильных и серьезных институтов, которые позволяют стране существовать в автоматическом режиме, такой как независимая сеть, независимая пресса, разделение областей, ну и так далее, и так далее. Что я там буду говорить? Все, кто живут в Америке, любя или не любя, они признают, что это существует и что это действует. Нравится, не нравится, как действует другой вопрос. Это он все демонтировал, он заменил имитационными системами. И поэтому у меня плохой даже прогноз. Сначала у меня был хороший прогноз на эпидемию коронавируса в России, потому что Россия это все-таки край экумены, люди бедные путешествуют мало, старики сидят дома либо ходят в магазин. То есть мы могли иметь низкую совершенно картину заполеваемости. Но выяснилось, что все эти картонные, нарисованные в угоду царю, институты, реальные институты, только одни, репрессивные. И вот сейчас эта система ведет себя единственным способом, каким она умеет себя вести. Все эти министерства чрезвычайных ситуаций, они просто растворились, исчезли, его нет. Армия растворилась, исчезла, их нет. Где их там полевые госпитали, где войска химобиологической защиты. Это все. Их просто нет, они растворились. Менты делают то, что они умеют делать. Хватать и не пущать. Дмитрий, я прошу прощения, у нас столько много вопросов, а времени очень мало. У нас есть вопросы более конкретные, если вы разрешите. Хотел бы, вот вы упомянули фильм «Брат», и хотел бы в этой связи спросить о том, что происходит сегодня в российской культуре. Даже в самые, скажем так, злостные времена были и Пудовкин, и Зештейн, и были ученые, были хорошие писатели. А вот сейчас мы за этим наблюдаем, но как-то я не могу сказать, кто есть, кроме Дмитрия Быкова, и, например, того же Захара Прилепина. Здесь я как бы ставлю запятую, потому что как раз чистый фашист. Он, по-моему, даже этого не скрывает особенно. Он просто не очень понимает, что такое фашизм. Он вообще человек не очень умный. Но, извините, это моя частная точка зрения. Ну, вообще, что происходит в культуре? Смотрите, страна большая, 146 миллионов. Когда страна большая, в ней непременно что-то будет в культуре происходить. Плохо с большим кино. Не всегда, потому что и Звягинцев. Звягинцев – это блестяще, совершенно, это высший мировой класс. Но есть великолепная мультипликация. Посмотрите мультики «Кости Бронзета», например. Есть великолепное, блестящее, совершенно документальное кино. Если вы просто наберете фильмы Костомарова и Расторгуева, Расторгуев – тот парень, который погиб в Африке, когда он расследовал дело ЧВК Вагнера Пригожинского. Эти ребята сняли, посмотрите их фильм в жар нежных. Это феерия. Фильм, снятый на Диком пляже. Просто феерия. Это невозможно. Посмотрите их фильм «Я тебя люблю, я тебя не люблю». Это потрясающе. Документальное кино на очень и очень хорошем уровне. Это я вам говорю, как все-таки пресса Ташекина в фестивале документальных фильмов «Послание к человеку», который, скорее всего, в этом году просто не состоится в России. Театр. Вот все плохо с музыкой. Вот музыки просто нет. Я имею в виду академической музыки. Там это, ну, простите меня, Мэринский театр, постановки Мэринского театра или там, я не знаю, оркестра филармонии, там два, правда, академические заслуженные в Петербурге. Это уровень, такой крепкий уровень немецкого музыкального театра категории «Б». Это хороший уровень. Немецкий провинциальный театр категории «Б» это хороший уровень. Но, извините меня, это не Мэд. Это не Баварская штатсорда. Это немножечко другая категория. Это не категория «А». Вот академическая музыка, она, в общем, практически убитая. Это уж Мэринский театр. Ну, ладно, это мои личные музыкальные пристрастия, я очень люблю академическую музыку. Но театр, допустим, драматический, возьмите того же Богомолова, возьмите Кирилла Серебренникова. Кирилл Серебренникова это просто изобретательнейший виртуоз. И я рыдал и плакал на его, допустим, мертвых душах или на сне в летнюю ночь. Или то, что шло в гогольцентре «Митина любовь», которая построена просто на вертикальной альпинистской стене, там, с штырями вбитыми. Я плакал, я реально сидел и плакал просто в два ручья, а рядом со мной, там, по-моему, Банкир Адам также в точности рыдал. Так что с театром, московским, правда, театром, драматическим, все очень и очень неплохо. С литературой, ну, до Быков, я бы добавил, пожалуй, ну, я всегда буду читать там Прилепина, буду читать Сорокина. Правда, Сорокин в Германии живет, а Кунин, хотя мне единственное, что у него нравится, это семейная сага. Вот она потрясающая. Фандерина, я не читаю, семейная сага потрясающая. Правда, Кунин тоже уже не живет в России. Я вот не знаю, где он переболел коронавирусом, в Испании, в Англии или во Франции. Он живет в этих трех странах. Он уехал из России, причем уехал в принципиально. Есть Улицкая, есть совершенно блестящая Улицкая, конечно, ее зеленые шатеры, казус Кукотского. Это литература высшего совершенно класса. Но опять же, наверное, сильнее будет поинтереснее, хотел сказать, документальная литература. Нет, нонфикшен, это, конечно, Америка. Это просто, это высший класс. Все книжки, которые американские нонфикшен переводятся в России, это, конечно, взрыв и вынос мозга. Это блестяще. Но извините, что вы хотите, нет институции. В любом американском университете будет существовать Creative Writing School. В России не знают, что такое Creative Writing School. Вот почему американская книжка будет начинаться с фразы, я вошел в лабораторию профессора Н, навстречу мне вышла собака с двумя головами, и вам уже интересно читать. А на ту же тему документальная русская книжка будет начинаться с долгого предисловия «Всем нам в детстве бабушка читала сказку про Змея Гаранча». Ну и так далее. Это разница в наличии институтов. Разница в наличии институтов. Некоторые, вот как театр или док кино, они живут неподконтрольно, они живут вот у ворованной тишью Мандельштамовской. Поэтому у них действительно неплохо. Дмитрий, вот знаете, мы ведем очень много лет нашу программу, и вопрос будет касаться, может быть, он немножко такой психологический, но может, как-то вы сможете ответить на него. В Чикаго, не только в Чикаго, я имею в виду в Америке и даже в Израиле, люди, которые много лет живут в нашей стране и тоже в Израиле, они все равно поддерживают режим в России, лично Путина, восхищаются им, люди, прожившие здесь уже 20-30 лет, вот для них он кумир, для них он, и вообще этот режим, и это не только в Америке, не только в Чикаго, потому что мы созваниваемся с нашими радиослушателями, мы это все слышим. поэтому, как вы думаете, почему, прожив в Америке много лет, в Израиле много лет, люди, в бюрократическом обществе, люди все равно, вот, им свойственно поддерживать вот таких диктаторов, это лично мое мнение, сразу даю сноску, таких диктаторов, как Путин и вообще вот этот вот режим, который, ну, лично мне неприятен. Почему, на ваш взгляд, почему это происходит? Более того, вам скажу, в Германии то же самое, я встретил в Германии тот типаж, довольно, кстати, часто встречаемый, который вообще думал, что немыслим в природе, это евреи-расист, евреев-расистов полно, каждый, думаю, второй мигрант, русский еврей-мигрант в Германии будет абсолютным расистом, который убежден, что он-то вот переехал в Германию правильно, но вот всех вот этих из Сирии, всех этих вот чурок, всех нужно вышвырнуть отсюда, абсолютно и расист. Видите ли, это очень хороший вопрос, то, что я не ожидал с этим столкнуться, когда сам стал жить за границей, но это существует в абсолютно право. Я могу это объяснить только одним, та миграция, которая идет сейчас, тоненький ручеек, это люди, которые осознанно уезжают, это либо профессионалы, которые получают там американскую визу, я сейчас точно не помню, как она называется, высоковостребованных специалистов, либо те, кто получает аналогичную Blue Card в Европе, это люди, которые осознанно сделали свой выбор, и они могут выбирать. И это люди, которые, как правило, знают и понимают какие-нибудь базовые вещи. Например, то, что англо-саксонская цивилизация, то есть островная, в которую входит Австралия, Соединенные Штаты, Великобритания, наверное, Новая Зеландия, хотя это я хуже знаю, наверное, Южная Африка, хотя это хуже знаю. Это один тип западной цивилизации. Цивилизация индивидуализма и низких социальных гарантий. А континентальная Европа, то есть вот все страны Евросоюза, это совершенно другой тип цивилизации, это социальная. Поэтому, если ты хочешь быть первым и стать миллионером, тебе не имеет смысла ехать ни во Францию, ни в Италию, ни в Испанию, но имеет смысла ехать в Великобританию или в Соединенные Штаты. Вот эти люди делают выборы. А это массовая советская и постсоветская эмиграция. Когда бежали, потому что ну все разваливалось, жрать было нечего, и потом бежали по принципу все побежали и я побежал. И поэтому, конечно, эти люди не имели никаких представлений, они чудовищно совершенно разочарованы. И они, как в фильме «Брат», и они, как Владимир Путин в своей персональной истории, они начинают хвататься за самые глубинные, за самые базовые воспоминания, которые у них есть. Они начинают хвататься за то время, когда, как известно, глубей было больше, а гадили они меньше, за прекрасный Советский Союз. И начинают себе выдумывать лучшие в мире советские пломбиры. Хотя это я могу сравнивать. Я детство провел в одной из французских колоний, ел французское мороженое мягкое. И знал, что, как оно было на вкус, и каков этот жуткий советский пломбир. Я хочу уточнить, Дмитрий, то есть это такой советский менталитет, правильно? Он не изменился, он не изменился, потому что, понимаете, как, вот приезжает, в Америке, думаю, то же самое, ведь это был не просто индивидуальный переезд, это переезд двумя, а то и тремя поколениями, когда жить вынуждено недалеко, потому что мама старая, я маму не брошу, но это понятно. Маме там 70 лет, или 60 даже лет, она английский, или немецкий, или французский, или итальянский, или испанский, не выучит уже никогда. И дальше все, и дальше идет вот эта кристаллизация, а дальше все селятся в одном районе, абсолютно убежден, что в Германии точно, вот 100%, русский квартал, в нем магазин Иртыш, в витрине, как писал Тынянов, засранный мухами, кот фарфоровый, бычки в томате, гречка, разумеется, куда же без нее, и вот эти, и кастрюли, не знаю, есть ли они в Америке, но в Германии есть желтые эмалированные кастрюли с кленовыми листочками, или с цветуечками. Есть, вот, супер, они сохранились, почему? Потому что вот приехала мама, она не будет меняться, а здесь как приехали люди, они приехали, 40-летние или там 35-летние люди, им нужно учить язык, и вам, ребята, еще повезло, потому что английский на фоне немецкого, где склоняются, где мало того, что существуют мужские, женские и среднего рода артикли, определенные, неопределенные, а еще и отрицательные, а еще они склоняются. Вот в английском языке представьте себе, «з» и «э» стали склоняться в четырех падежах, а в немецком они склоняются. И люди поэтому толком не владели языком, а если ты толком не владеваешь языком, ты не понимаешь никаких вещей. И плюс, это только сейчас стали вводиться, допустим, в Германию, интеграционный курс, это они там не очень помогают, потому что ну, права человека, ну да, у человека есть права, но это непонятно, что это такое, что такое натуральное право. Если натуральное право, выбирайте на место жительства любую точку мира, твое право. Дмитрий, я прошу прощения, я вынужден вас прервать, но наша передача заканчивается. Это просто очень-очень жалко. У меня есть живой журнал, Дима Губин, есть Facebook, есть Губин ОНР YouTube канал и Telegram такой. Мы хотели бы с вами еще раз побеседовать через какое-то время, если вы будете не против, потому что наша беседа не закончена. У нас очень много осталось вопросов, которые мы просто не успели задать. Огромное вам спасибо, спасибо нашим радиослушателям. У нас в сфере был журналист Дмитрий Губин. Спасибо всем, берегите себя. Спасибо вам большое. Да, всего доброго.